всех приветствую андрей ванов меня зовут вы находитесь на канале который посвящен плавающим вездеходом лесник и сегодня у нас очередное видео из нашего нового пока еще пробного проекта вопросы ответы по большому счету этот проект себя еще пока никак не проявил просмотров очень мало но я хочу сказать что мы пока решили продолжить там посмотрим потому что нас в по большому счету не интересует большое количество подписчиков нас больше интересует именно целевая наша аудитория которая смотрит которое интересно поэтому выводы делать пока еще рано пару-тройку таких видосов еще запишем и потом посмотрим если ну как говорится не зашло так не зашло будем снимать другие видео у нас тоже кстати сейчас немножко анонсирую готовится очень интересный видео проект мы хотим строить необычный вездеход боевой вездеход боевую машину для участия в соревнованиях и мы хотим делать во время постройки этой машины мы хотим снимать про это фильм то есть будем делать и снимать и одновременно опять же проба опять же проба посмотрим насколько это понравится насколько это зайдет ну и потому что же будет делать выводы есть был в этом смысл или не был так третья часть погнали в комментариях к предыдущему видео совершенно справедливо было высказано замечание что подобные видеоролики нужно снимать на фоне ну производства потому что не ну две-три минуты еще можно выдержать смотря на моё иногда уныло иногда веселое лицо но это на самом деле надоедает совершенно с вами согласен просто очень непросто найти возможности время и условия для того чтобы заснять такое видео в разговорном формате именно на фоне работающего производства поэтому вот у нас меня сейчас через всю стену висит чертеж очень интересный сборочный чертеж нашего вездехода лесник экстрим который мы вот только-только внедрили в серийное производство мы у меня в кабинете на фоне этого сборочного чертежа проводим совещания оператив очки планер очки как только вездеход отработается уже мы его конечно снимем поэтому вот в данном случае будем считать что вот этот сборочный чертеж будет служить каким-то антуражем для вот этого видео и я попрошу нашего оператора чтобы он во время вот этой нашей с вами съемки немножко его приближал если кому интересно пожалуйста можете смотреть не на меня можете смотреть на вот этот красивый замечательный сборочный чертеж вездехода лесник экстрим поехали первый вопрос на самом деле очень простой вопрос и но он набрал больше всего количество лайков значит александр сидоров пишет здравствуйте когда же вы покажете новую шину это действительно очень интересно александр отвечаю вам и всем остальным кому интересен этот вопрос у нас на сегодняшний день готовится выпуск двух новых шин forester в размере 1470 и 1650 о чем мы уже говорили в прошлом видео и даже показывали картинку на сегодняшний день пресс-формы уже находятся на заводе мы стоим в очереди в ожидании получения первой пробной партии этих шин очень надеюсь на то что в ноябре месяце у нас уже появятся товарные шины которые можно будет уже поставлять нашим потребителям соответственно на тот момент будут понятны и цены параметры окончательно шин которые получатся на тот момент будут понятны мы сразу же об этом сообщим во всех наших информационных источников у нас есть группа вконтакте у нас есть инстаграм у нас есть вот канал на ютюбе мы сразу же везде об этом сообщим конечно же это появится информация на сайте поэтому ждать осталось совсем недолго наберитесь пожалуйста терпения нам тоже все это безумно интересно и мы тоже находимся в состоянии такого как бы ожидания но ждать осталось уже недолго следующий вопрос территория охоты александр колосов но я не буду зачитывать его весь комментарий он очень большой на самом деле но суть и смысл этого комментария заключается в том что почему мы не показываем вездеход лесник профи в каких-то очень жестких условиях бездорожья ну и значит александра пишет что будете ли выбрать и показывать профи в дальнейшем как тот же например лесник турист или профи так и останется темной лошадкой но александр плод профи хороший вездеход который мы давно делаем который пережил уже вторую реконацию он никогда не был темной лошадкой то есть на самом деле мы его снимали и на рукаве мы его снимали профи он был на рукаве много покупателей наших этот вездеход выкладывают дело в том что понимаете мы не можем мы не можем позволить себе содержать каждую модель выпускаемых нами вездеходов в наличии как тестовую машину которую можно как говорят хвост и гриву да то есть которые можно везде загонять везде показывать для себя какие-то вещи нам понятны заводских испытаний было много каждая модель проходит эти испытания есть по каждой модели отзывы от покупателей вездеходы которые новые вот выпускается там каждый же месяц выходит там сейчас уже по два там профи да мы же не можем этот вездеход загонять в грязь потому что этот вездеход он поедет конечному потребителю ему не очень это понравится поэтому у нас не получается так что загонять в какие-то прям совсем жесткие жесткие но у нас есть покупатели которые не против мы спрашиваем и если покупатели не против мы везем и снимаем его в реальных условиях есть и у нас на канале такие видео одним словом хочу сказать что кто хочет тот всегда найдет поэтому смотрите на ютюбе все есть мы со своей стороны очень хотим особенно вот ту новую версию профи нео которую мы делаем на протяжении последнего почти года уже да мы очень хотим заиметь его себе как тестовый вот как только у нас такой вездеход появится соответственно появятся больше таких видео про которые вы спрашиваете просто лесник турист у нас есть тестовый вездеход поэтому есть такие видео мы везде его с собой таскаем и на битвы вездеходов и на покатушки и значит вы там говорили про рукав там фестиваль вот этот вездеходный у нас есть такой вездеход он наш тестовый мы его везде таскаем профи у нас пока такого вездехода нет как сейчас вот у нас появятся свои новые шины мы будем ставить их в том числе и на профи в размере 1650 и как только будет такая возможность мы заимеем себе заведем тестовый вездеход будем проводить тест драйвы сейчас мы проводим тест драйвы на профи для желающих прокатиться в очень таком упрощенном формате мы подгадываем под очередную заводскую обкатку там очередного профи человек приезжает он может посмотреть вездеход как говорится потрогать пощупать и даже прокатиться но к сожалению без жестких каких-то условий бездорожья потому что это клиентская машина которую мы ее обкатываем не для того чтобы ну что-то показать для того чтобы определить степень готовности самой машины довести ее как говорится до ума и что подгрузить клиенту тут надеюсь ответил на ваш вопрос так следующий вопрос ваня сам андрей здравствуйте скажите пожалуйста тема полно полно поворотного вездехода позаимствована ли свалли ну да то есть смотрите ведь тема полно управляемых полно поворотных вездеходов она известна очень давно и не только у нас в стране и за рубежом эту тему уже очень много лет я бы даже сказал уже несколько десятилетий назад и внедряли и пробовали просто эта тема в моей голове весь сидела очень давно но никогда не хватало не знаю времени усилий для того чтобы это попробовать потому что вы же понимаете что каждый вот этот неокр он за собой тянет время какие-то расходы на которые не всегда хочется идти и соответственно когда вот в моем окружении я не говорю что коля вали сделал первым первый там полно поворотный вездеход конечно же нет но вот лично в моем окружении это был человек который сделал первый такой вездеход вот именно в моем окружении и я с ним реально в живую столкнулся с этим вездеходом то есть я посмотрел что он может сам на нем покатался приглядывался кстати тоже ведь не не быстро не то что мы там сразу увидели и бросили сделать такую машину но опыт эксплуатации того вездехода который вот у николая вали вездеход показал что эта схема действительно очень классная ну и вот это вот она под просто подстегнула заняться этим проектом считаю ответил на ваш вопрос так следующий вопрос задает его михаил попов здравствуйте пожалуйста подскажите у вас были эксперименты по внедрению электронной противобуксовочной системы состоящий из датчиков колес гидроблока и суппортов каковы результаты михаил да действительно когда-то уже теперь очень давно мы очень хотели внедрить эту систему система это работает по принципу очень похоже как на современных машинах противобуксовочная система в простонародье и назвали система наоборот да то есть тогда когда датчики на ступицах измеряют угловую скорость вращения каждого из колес и в случае если на датчики определяют разницу то колесо которое больше всего вращается подтормаживается но сами мы не обладали такими знаниями и не обладаем даже до сих пор мы подключали специалистов которые в этом разбираются мы даже находили ребят которые тоже эту тему тогда муссировали на тот момент но к сожалению вот просто с развитием вездеходов ну мы как-то пошли вперед и в общем-то поняли что сама по себе задумка она хороша но она преждевременно на тот момент она была преждевременно никто не был к этому готов на сегодняшний день ситуация такая что как-то вот пошло развитие рынка развитие вездеходов и никто об этой системе не вспоминает в общем-то и мы тоже может быть мы не правы может быть кто-то когда-то эту тему поднимет и будет использовать ее на вездеходах но к сожалению вот у нас по крайней мере в планах такого нет так ну и последний пятый вопрос вячеслав зимин приветствую лесоводов андрей у вас на вездеходах уже применяется пластик стеклопластик думаете ли вы применять такие же композитные материалы расскажите что вы думаете об этом и как это внедрять можно в производство или это дорого и не перспективно вячеслав мы на сегодняшний день уже очень много экспериментируем с пластиками и скажу вам что это на самом деле очень здорово и перспективно но не не во всех скажем так не во всех местах вездеходу можно это применять например использование стеклопластика в качестве каких-то несущих панелей она очень сложно и не сниз не сильно ошибка оправдана ввиду того что если нужно сделать конструкцию какую-то несущую конструкцию несущей способностью такую же как можно сделать из алюминия мы приходим к тому что получаем вес один и тот же то есть если нам нужно получить очень крепкую конструкцию из стеклопластика несущую не какую-то лицевую именно несущую нам все равно проще сделать ее с использованием дюралюминия либо комбинированное до использование то есть используется какой-то профиль неважно там гнутики так мы их называем да там разного рода профиль который обшивается потом дюралюминием вот там эта история не оправдана потому что по весу вы ничего не выиграете как правило эстетический какой-то вид силовых конструкций не особо интересует а вот там где нету необходимости в большой крепости большой несущей способности вот там это очень здорово оправдано особенно учитывая современные пластики современные стеклопластики современные клея всевозможные сорики там которыми утепляют мы в этом плане очень сильно здорово сотрудничаем с нашим большим другом и партнером из санкт-петербурга денисом глобиным привет тебе денис у него на его площадке на его предприятии разрабатываются и пробуются разные вещи очень сильно оправдан на самом деле пластик с точки зрения какого-то какой-то облицовки каких-то внутренних там органайзеров например там да поэтому тема очень классно очень перспективно сейчас правда все столкнулись с тем что есть проблема закупать опять же материалы правильные для этого но мы все надеемся что это не 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 продлится вечность поэтому мы внедряем пластик нам это нравится но не везде можно его применять относительно вездехода но очень классная нужная вещь и я вам скажу больше мы на своих вездеходах уже достаточно серьезно применяем и 3d печать то есть это всевозможные подстаканники это какие-то детали там не знаю в механизме переключения там коробки перемены передач в общем внедряем на месте не стоим и как движется весь прогресс и куда движется весь прогресс туда же движемся и мы и так ребята значит вот те пять вопросов на которые я ответил это получается у нас призеры победители каждый из этих значит людей выиграли вот по такой замечательной фирменной футболочки в описании к этому ролику написано куда нужно обратиться на почту нужно написать сообщить там свой размер сообщить куда выслать и все вам это мои помощники все вам это сделают все отправят на сегодняшний день все ждем от вас новых вопросов под этим видео да у нас уже немножко сформировался такой определенный регламент вот этого вот ну как это проекта да то есть я тех кто попал в призеры написал в комментариях про это на все остальные вопросы которые не попали вот сюда но есть я лично отвечаю на них до момента выхода в эфир вот этого вот видео но пожалуйста значит следующие свои вопросы задавайте уже под новым видео все всем счастливо всем пока берегите себя и и и и и и